Здарова! Не откладывая в долгий ящик. Хотя Роман мне и сказал, Роман это человек, который мне подогнал эту гитару на обзор, сказал, что у меня есть время, то есть он не спешит ее у меня забирать, поэтому говорит, да ты ее там настрой, сделай обзор и так далее. Но я решил сделать его сейчас, а потом может быть ее даже положить в кейс и не трогать, потому что я начинаю привыкать. Знаете, вот когда гитару под себя настроишь, начинаешь на ней играть, начинаешь какие-то нюансы в ней выискивать, находить и прям так начинаешь подумывать, как бы такую гитару себе заиметь. Гитара уникальная, гитара это личный инструмент со всеми полагающимися вот этими выбоинами, ну не выбоинами, а в краске вот эти вдавления такие от медиаторов. Эта гитара, личная гитара Карлоса Сантаны. В одном из прошлых видео мы с вами ее разобрали, то есть посмотрели под крышечки, посмотрели, так сказать, под капот, посмотрели, что это стоит в неке, и я, так как у меня не было до этого опыта с сустейнерами вообще никакого, то есть у меня не было гитар с сустейнерами, никогда мне на них не тянуло, я даже не понял, что это был такой за зверь, но вы мне рассказали, вы мне даже модель, там по-моему сустейнер, там какой-то Хернандес 401, короче, вы мне в личке поприсылали, очень многие, и я почему сразу так, ну, из-за неопытности не понял, что это был сустейнер, потому что весь, все мое представление сустейнера было, это вот, когда он стоит здесь, такой, с железной такой прослойкой посреди, посреди вот этого звукоснимателя, и тут стоят переключалки разные, то есть он идет с переключателями, там два обычно идут, такие тумблеры, здесь тумблеров не было, поэтому я как-то и не понял, я сначала подумал, сначала подумал, что одна из этих ручек, потому что делали PRS когда-то, и, ну, многим это не понравилось, они потом начали их менять, но вот, такие более ранние модели PRS у них, вот эта одна из ручек была переключалка, то есть она на пять позиций, так вот, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, и переключались вместо вот этой штуки, людям не понравилось, потому что ты не видишь, где, где стоит эта переключалка, и, у меня несколько были, PRS-22 были, когда ты переключаешь, ну, когда сидишь, там вот дома, там это можно, а на концерте, да, ты вот так вот переключил, и ты не понял даже, на какой он стоит, не видно, короче, они перестали, по-моему, вообще их сейчас сделать, но я могу ошибаться, но я знаю, что в последнее время вот те же модели я видел, допустим, в Маккарте, по-моему, модели у меня была, одна была с пятипозиционным, потом они уже шли с переключалкой, обычной, так вот, я думал, одна из этих переключалок вот именно, именно вот между звукоснимателями, потому что, как я сказал в том видео, Карлос Сантана был одним из самых первых подписных артистов PRS, то есть, Пау Ридд Смитт, он прям-таки чуть ли не как самого первого выискивал Карлоса Сантана, чтобы всунуть ему гитару, что, я думаю, нормально, потому что вот она как раз подходит под Карлоса Сантану, вот под стиль его и так далее, эти гитары, это не мой стиль абсолютно, вот даблкат, даже, даже даблкат Гибсон, вот, но совсем, это меня никогда, никогда не привлекало, я помню, когда-то я, не история, опять же, гитарная история, когда-то я пришел покупать мой первый Лас Пол, я пришел в СМЭШ, и я вот купил тогда этот Рейзербэк и Лас Пол, подписную гитару, и Рейзербэк, и тогда он мне говорит, да подожди, у меня сейчас гитара, если мне вынес такой показатель, типа, говорит, это Лас Пол, только даблкат, я говорю, ну да, посмотрите, я еще не помню, что такое даблкат, он открывает, все, стендерд, даблкат, я такой смотрю, гитара, разбор, не обзор, а разбор, потому что у меня, у меня эти обзоры делятся на показ, разбор и обзор, то есть показ гитары, это когда я ее достаю из коробки или там в магазине, где-то я ее беру, сам о ней, ничего не знаю, мы с вами, с вами, так сказать, первые впечатления о гитаре смотрим, потом разбор, это когда я снимаю там вот интересные какие-нибудь гитары, там когда электроника интересная, снимаю все крышечки, смотрим там, снимаем струны, снимаем вот это все дело, Ну и обзор это когда мы с вами смотрим на фотографии, на все это дело и смотрим на гитару. Мы обычно начинаем с головы, но думаю может поменять, может начнем с деки вверх, посмотрим как интереснее. Обычно, кстати, эта сантановская голова называется у Паури Смит, то есть она была именно, ну я так думаю, Сантана сказал, я хочу себе такую голову, вот после этого она пошла, так она и называется Сантана Хэтстаг, то есть они стоят не только на Сантанах, они стоят я знаю на Маккарти у меня была, у меня был Маккарти 24 по-моему, по-моему Маккарти 24 был, не, он же не бывает 24. Короче, Маккарти у меня был с такой головой, и он так и назывался, Сантана Хэдстаг. Стоят очень качественные колки, но старые модели, понятно, привычки, это личная гитара Карлоса Сантана, он на гитарах Пол Ридсмит, как я уже начал говорить, играл с самого начала, поэтому некоторые аспекты, вот он просто привык к ним с тех времен и не менял на более усовершенствованные вещи, которые делает сейчас Пол Ридсмит. То есть колки, они сзади, когда это новая такая модель у них идёт, но такие колки, они обычно идут открытые вот эти вот механизмы. Идёт полностью-полностью, мы ещё поговорим, но палисандровый, палисандровый гриф, то есть палисандровый хэдстаг, не палисандровый, обычно такие вот на PRS-ах делают, у меня было опять же на, по-моему, на том же Маккарти у меня и был, то есть гриф был кленовый или красное дерево. Я на эту гитару обзор не делал, поэтому я не помню, что на ней было, но я помню, был палисандровый такой винир наложен. Дальше идёт вот эта вот индусская номер 3-5, что-то тут связанное с хинду какой-то религией, ну это скорее всего вот это там, они ж любят такое вот, когда кислоты нахаваются, вот те люди Карлоса Сантаны тех времён 60-х, вот они любят с духами поближе, поэтому вот это, наверное, крышечка такая есть, крышечка из палисандра, более светлого, но тоже полностью-полностью из палисандра, это не пластмассовая крышечка. Порожек у нас идёт чисто PRS-овский такой сплав, всё, отличный порожек, одни из лучших, то есть не костяной, но это такой он идёт. Не перламутровая, с морского ушка идут птички, 24 лада, почему мы знаем, что 24 лада, совёнок на последнем ладу, на 22 нет совёнка. Мензура в этой гитаре 25 ровно, то есть как и все PRS-гитары, и опять же эта модель, вот этот даблкат, это первую самую гитару Пауэрисме сделает такой даблкат, поэтому она скорее всего будет повторять все эти фичи. Здесь идут джамбо лады, джамбо высокие лады, то есть хорошие, удобные, их абсолютно не чувствуешь, потому что это, ну, так сделано было специально, чтобы потом Карлос Сантана не должен был там подтачивать как-то лады. Здесь идут также инкрустация с морского ушка, по-моему, или даже, нет, железо какого-то, под ртуть такого цвета. Идут вот эти вот боковые точечки, отметка ладов, разметка ладов, то есть тоже так хорошо, красиво. Мне же даже показалось, что они должны были загораться когда-нибудь, но я не нашёл кнопочку, которая может их подсвечивать. Здесь нет ни пуш-пул, ничего, ручки не двигаются, ни вверх, ни вниз на них нажать нельзя. Поэтому, я не знаю, поэтому, ну, просто они, скорее всего, светятся, когда ты играешь где-то там, ну, со светом музыка, они будут светиться, отражать, и очень, ну, как почти зеркально такое, зеркально-ртутно-железное, ну, интересное. Всё, накладка бразильский палисандр, по-любому бразильский палисандр, и как бы сам гриф не был бразильским палисандром, потому что вот он настолько вот, знаете, вот палисандр к палисандрам, но вот он пористый, всё, шоколадно-такой, коричневый, и делают иногда вот сейчас на новых гитарах, я уже забыл, как это дерево называется, но делают что-то похожее на них, вот и бонезы такое сейчас ставят, но это не то дерево, то больше как фиолетовое такое кажется, а этот вот коричнево-чёрный такой, то есть я точно уверен, что это палисандр, и скорее всего бразильский такой палисандр, очень-очень хорошо чувствуется, вот прям, знаете, вот когда-то Дин Бизелинский, Ди Бизи, когда он делал свои гитары, он сделал такую себе гриф, как-то он назывался, короче, что-то там с полётом связанный гриф, и он в нём сделал такие вот выемки, высверлил по всему грифу, то есть вся рабочая часть грифа была с такими выемками, и вроде бы как вот когда ты играешь, ты полностью, у тебя палец не соприкасается с грифом, вот эти вот выемки, ямки, вот эти вот, они дают такую, как бы, знаете, вот летает прямо у тебя палец по этим, потому что там подстаётся воздух между грифом, и ну такое, короче, по идее, я не знаю, ни разу не пробовал, но по идее, да, тут прям так вот должно вроде как сработать быстрее гриф. Почему я так думаю? Потому что вот на таких вот непокрашенных, чисто-чисто такое непокрашенное палисандровое дерево, оно шпористое, то есть есть вот эти вот пробелы, вмятинки там, и вот когда играешь, он как-то быстрее окажется, может потому что вот именно из-за вот этого вот эффекта, что поры, они полностью, у тебя не прилипает палец какой-то, прилипает, допустим, к лакированным или покрашенным полностью грифом, он особенно если палец там припотел, взмокрел, он как-то, ну понятно, что можно что-то отнимать от грифа, но те, кто из вас играли на тех и на тех грифах, понимают, почему там непокрашенное дерево, оно может считаться быстрее, чем покрашенный гриф, а тем более вот такой вот пористый палисандр, мне совсем понравился этот гриф, хотя он и толстый, это чистый такой 50-х ласпола, то есть, ну прям вот полностью в руку входит, и понятно, это вот чисто такое блюзовое, вот стоять тут надо что-то на одном месте выковыривать, это прям, прям само оно, пошредить, хоть и 24 лада здесь можно, но как-то вот не хочется, чем толще гриф, тем больше он тебе хочется его схватить и держать вот так вот на одном боксе тут где-то, на отних аккордовых вот этих позициях, это я вот заметил, чем тоньше гриф, тем больше он тебя заставляет побегать, там что-то даже можно попробовать свыпануть, а чем толще гриф, тем больше он тебя на месте держит. Вот, ну гриф, гриф здесь волшебный, я вот если бы, если бы можно было такую вот гриф, гитару с таким грифом, у меня была палисандровая мюзикмена, палисандровая мюзикмена, тоже вот с таким полностью, в смысле мюзикмен с палисандровым грифом, они не полностью палисандровые, и вот тоже такая легкость игры, тонкие там стояли грифы, и прям-прям вот вообще отличные были. Здесь он, конечно, толстый гриф с большой пяткой, то есть не такой пяткой, как начинали делать, то есть технологии тех лет на этой гитаре, вот что касается пятки, не использовали, но это скорее всего потому, что структурно там как-то эта гитара более, более четче, чем раньше было. Не знаю, зачем они эту пятку начали делать, вот почти 5 сантиметров, когда она раньше была, там 2 сантиметра выходила. Но то такое, идет скорее всего махагон, потому что когда мы разбирали, все было, все дырочки, которые мы смотрели, все были покрашены, там графитовой краской или как-то так, но мне кажется, это махагон. Понятно, на эту гитару вы бы могли посмотреть, там подписные гитары Карлоса Сантаны, там будет, может быть, даже другое дерево, чем сами гитары музыкантов, потому что сами гитары музыкантов, сами музыканты, вот я, я почему говорю, что вот Ouija вот это очень-очень-очень сильно ценится среди даже других Ouija, потому что это гитара сделанная один в один, то есть абсолютно до мельчайших это одинаковая гитара, которая сейчас у Киркогамета, или у меня, они все с одной серии, всего 106 штук сделаны были идентично. И это очень редко бывает, что подписные гитары делаются идентично, как делаются у артистов, особенно вот ESP. ESP, мы же знаем, там Takada есть, Custom Shop, и потом идет Kizu. То есть в Takada могут делать совсем другие гитары, я по Джеффу Хэнемону помню, вот личные гитары Джеффа Хэнемона, они отличаются, там отличается даже толщина грифа чуть-чуть отличаться, там вот что-то будет отличаться, я не знаю, зачем это делает, но вроде как подписная гитара, больше тебе дается вот внешности. И вот по Карлосу Сантане, если посмотреть, да, гитары, которые я пробовал, Карлос Сантана гитары идут, они идут стандартной линейкой, то есть стандартная линейка, тебе предлагают выбор такие же, как и, допустим, стандартные опции предлагаются на гитарах по Rizmi, допустим, гриф. Гриф тебе дают, можешь выбрать тонкий и широкий, толстый и широкий, можешь выбрать винтажный, вот такой, который под 50-е ЛС Полы. Понятно, Сантана играет только на одном вот таком грифе, и это чисто гитара, сделанная под него. Также вот эти опции могут и подразумевать, какое дерево. То есть на вот этих Сантанах, которые идут с стандартной линейкой, которые выходят в PRS, там может быть дерево другое. То есть там может быть махагон, там может... Ну так вот они пытаются, может разнообразить, и кому подходит. Люди вот любят ольху и все. Вот им нравится гитара Сантаны, как она выглядит, ну, даблкат, есть такие любители даблкатов, но они хотят ольху. Вот и есть такая опция, они могут купить вот все. Сантану даже любят, музыку любят, но вот они всю жизнь играли, и что-то они не нравятся им махагону. И они такую. Поэтому здесь, здесь я не знаю, поэтому какое здесь дерево, но я думаю, скорее всего, махагон. Звукосниматели. Hernandez, Hernandez Sustainer. Сегодня я его протестирую чуть-чуть совсем, я тоже, но сустейнер этот, я его включал, пытался даже как-то там, ну вот, видео смотрел, 10-минутное видео, я одну ноту взял, вот так и держал, и она не уходила никуда. То есть, 10 минут, и так вот я пока все видео смотрел, она у меня, она у меня и шла. На этой гитаре, ну, можно играть с сустейнером, не трогая вообще правую руку, то есть, не вовлекая в игру правую руку, то есть, я так чуть-чуть продемонстрировал, сейчас на третьей струне поиграть. Сустейнер, это интересная штука, эта гитара заставила меня обратить больше внимания, мне же понравился, очень сильно понравился сустейнер, поэтому я буду, буду себе когда-нибудь тоже брать гитару с сустейнером. Там интересная, конечно, адаптировать то, что ты играл до этого на обычных гитарах, на сустейнер, тем более на этой гитаре, потому что вот сустейнер, допустим, который я знаю на синистерах шекторах, то есть, синистера Гейтса из Avenged Sevenfold, у них переключалки, и вот у Валерия Гаина, он же говорил, на его вошпанах стоит сустейнер, там переключалки, то есть, его можно выключить, его можно включить, когда нужно, и так же он работает, там, когда тебе на нэк, там, по-моему, надо переключаться, здесь нет этих переключалок, он стоит постоянно, то есть, вы когда играете, вы играете, во-первых, вы играете с сустейнером, постоянно включенным, вот эта ручка регулирует его мощность, то есть, даже если она выкручена полностью, полностью назад, все равно здесь сустейнер включенный, и вы его слышите, его полностью выключить нельзя, когда вы его наверх, ну, полностью на десятку ставите, он прям как заводится, такой атомный реактор, то есть, у вас слышно, так, Интересно, это мой первый такой опыт, и тем более с такой гитарой, с таким сустейнером В неке стоит звукосниматель 5815, в смысле в бридже стоит 5815 нековый То есть этот звукосниматель стоит обычно в неке, но его сантана, так как это вот сол, такой испанский рок, латинский-латинский рок Но переставил в бридж Я раньше всегда вот думал, всегда вот думал, как это может сработать Ну то, что бриджевый звукосниматель ставят в нек, это уже давным-давно всем известный факт И MG81, и MG81, у меня в гитарах стоит и MG81, и там, и там То есть Kirk Hammett играл, потом на 60 переходил, но вообще MG81, он легко переставляется местами И все нормально, легендарнейшие альбомы были записаны таким образом А вот брать такие вот специально под нек сделанные звукосниматели и ставить в них, их в бридж, что получается Получилось очень-очень хорошо на этой гитаре Звук жирный, специально я его попробовал сыграть в этом видео с GGG, потому что вот какое ощущение Да, вы же представляете себе нек, и когда вы играете в неке, там GGG не получается В неке нужно играть только такое сол, ну сол опять я повторяю Сол это сол блюз, потому что процент там, я смотрел видео, и там все они говорят сол То есть такие надо вот, чтобы сол это душа Чтобы такие душевные, длинные, с сустейном, с вот этим вот нотой шли, теплые такие вот они А когда вставишь этот звукосниматель в бридж, кажется, что вот эта теплота переходит И получается больше такого мутного, такого мутноватого цвета И GGG, резкость, яркость, MG81, ну прям не должна она там быть Хотя, я же говорю, у меня есть гитара, и там, и там они стоят Так вот, этот звукосниматель я сыграл очень хорошо С сустейнером с этим совсем, он очень хорошо играет GGG, понятно, здесь звук такой плотный, это не резкий, яркий MG81 Но здесь у нас стоит полный-полный гриф из Палисандра По-моему, скорее всего, здесь стоит и Махагон Дека Которая с толстым кленовым топом То есть вот эта вот такая гипсона-лесполовская формула Махагон И толстый кленовый топ Мы можем видеть толстый кленовый топ по натуральной окантовке, которая здесь идет Причем здесь стоит, скорее всего, волнистый и очень красивый топ Но его потом покрасили Так поэтому вот эта лесполовская такая дека, лесполовская формула дека С полностью палисандровым грифом придает уже такой теплый, старый такой рок-н-ролль Ну, представляете себе, леспола тех дней Плюс вот этот нековый звукосниматель поставлен в бридж То есть звук здесь идет, понятно, сильно-сильно резкого его не будет Но все равно, вот получается, GGG играешь Прям такой вот звук с сустейнером, с этим совсем плотный Ну, послушайте, и опять же, это вы не услышите всего, что я чувствую, играя на этой гитаре Но я хочу вам сказать, что трэш на этой гитаре играется тоже очень-очень хорошо Хотя эта гитара сделана вот именно для таких вот длинных-длинных нот, которые Сантана любит Ну, чтобы они прям-прям выходили И я уверен, что эту гитару, скорее всего, можно послушать Если хотите именно, как она звучит во всех-во всех ее красотах на сценах Это, скорее всего, есть на Ютубе что-то, где Сантана играет со всем его аппаратом на этой гитаре Идет морские ушки в топе, чисто для красоты Такое вот, интересно, да, то есть две сюда, одна сюда Все красиво, но такое все, на любителя И бридж, бридж мы с вами в прошлом видео обсуждали Интересный, чисто такой бридж PRS Но он идет интересный, потому что вот эти вот пули, зажимы Которые после того, как ты вставил струну Кто-то написал, может, это микропостройка Нет, микропостройка, вот она, по мензуре, которая идет В смысле подстройка, она здесь есть Это вот чисто тупо, когда вы их закручиваете Вы струну больше прижимаете к седлу И, наверное, это как-то вот отражается на звуке То есть держит Вы ее, так сказать, вот этими болтами Делаете из гитары, в которой струны засовываются, как обычно То есть просто сзади Вы его здесь закрепляете и превращаете ее вот в Floyd Rose Когда их просто сухарями струны закрепляются в бридже Также примерно такой же эффект происходит здесь Скорее всего, это для машинки, для работы машинкой И я немножко представляю себе, как это может работать Потому что, когда вы машинкой работаете Струны двигаются не только здесь Но также они двигаются внутри самого тонблока Потому что они идут через весь тонблок Когда их зажать в седлах вот этими вот болтами Скорее всего, это отражается более благоприятно на звуке Ну все, давайте сейчас послушаем эту гитару И потом, понятно, мой отзыв финальный Музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая вот гитара Еще раз Роману огромное спасибо за то, что предоставил нам всем Такую возможность посмотреть на интересную гитару легендарного музыканта Карлос Сантано, это не мой стиль, я никогда не был большим фанатом Карлоса Сантаны И понятно, я бы себе такую гитару, она стоит очень-очень много, да, мне точную цену, я не буду вам говорить, но эти гитары, они идут от 10 до 20 тысяч долларов То есть это гитара, которая принадлежала и была сделана, причем Private Stack, они сами идут по 10 тысяч долларов, хоть и не принадлежали кому-то или нет, но эта гитара Private Stack сделана специально для Карлоса Сантаны Игранный Карлосом Сантаны, фотография с этой гитарой на сайте PRS, когда вы открываете страницу про Карлоса Сантаны Короче, это легендарный инструмент и очень-очень приятно его подержать в руках, просто ощутить близость к тому, на чем именно играют легенды У меня есть тяга к этому, ну вы знаете, у меня много гитар, на которых играли легендарные музыканты Это всегда интересный такой опыт Отличная гитара сама по себе, здесь все мне интересно Здесь, конечно, аспекты такие, которые мне, ну, я бы, если бы кастомовую себе гитару сделал, я бы такие, ну, здесь поменял Но это понятно, гитара сделана под совсем другой стиль музыки, под совсем другую группу, под совсем другого человека Поэтому в этой гитаре прекрасно все, особенно если вы фанат Карлоса Сантаны и такой музыки Вам всем огромное спасибо за то, что смотрите канал Гитарные истории Огромное спасибо вам всем, кто заходит на струнки с моим промокодом Гитарные истории вам за это дается 7% скидка Огромное спасибо, что участвуете в жизни канала, поставив лайк, написав комментарий Это я всегда в конце такую агитацию говорю Ну и вообще, огромное спасибо вам всем, кто... Канал, вот я вижу, канал все больше и больше начинает вот как-то... Как-то входить в новую какую-то такую плоскость, что вот уже появляется... Он сам начинает генерировать контент, а это, конечно, интересно Мне буквально сегодня еще написал человек, говорит, у меня есть интересная гитара на обзор, если хочешь И здесь по месту тоже живет человек То есть это вот, конечно, это очень интересно, это приятно Мне каждый раз потрогать там какие-то новые гитары, вам показать, с вами поделиться Ну и вообще, просто как-то разнообразить русскоязычный гитарный YouTube Что тут же не просто одни только срачи Ну ладно, давайте всем спасибо До следующего видео На канале Гитарные истории только интересные гитары Но иногда еще и легендарные, уникальные, уникальные инструменты Спасибо за просмотр!